Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами Протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем седьмую главу книги Пророка Захарии. Эта глава посвящена описанию событий, которые происходят в жизни Пророка Захарии. Это не просто уже видения, не какие-то его пророчества, а конкретные поступки и дела, которые он совершает. Прежде всего, к нему приходит за советом делегация из Вифиля. На четвертом году правления царя Дария, в четвертый день девятого месяца, месяца Кислева, было Слово Господне к Захарию. Здесь не будет конкретных пророчеств, слова, обращенного к Пророку, именно как к Слово. Но в пророческой литературе любые действия, поступки Пророка тоже называются словами. Деяния называются словами. Итак, жители Вифиля послали Сарецера и Регем Мелеха вместе с их людьми помолиться о благословении у Господа. И спросить у священников в храме Господа Сил и у пророков, скорбеть ли мне и поститься ли в пятом месяце, как я делаю это уже много лет. Итак, жители Вифиля, это селение, которое находится в 20 километрах от Иерусалима, всего лишь несколько часов пути, и направляют в высокопоставленную делегацию для того, чтобы спросить у священников и у пророков, нужно ли поститься. Вифиль – место, которое известно тем, что оно всегда было в какой-то оппозиции к Иерусалиму, и, вероятно, здесь также сказывается влияние тех людей, которые остались в Вавилоне. И, оказавшись в земле изгнания, нужно ли по-прежнему совершать пост, при том, что восстановительные работы уже начались. И поэтому пост, который был установлен в память о разорении Иерусалима, вероятно, потерял свое значение. Пророк дает на это парадоксальный ответ. «И было ко мне слово Господне. Спроси у всего народа, страны и у священников. Когда вы постились и скорбели последние 70 лет в пятом и седьмом месяце, то для меня ли вы постились? А когда вы ели и пили, то не для себя самих ли вы пировали?» Не те ли это слова, которыми Господь взывал через прежних пророков, когда Иерусалим с окрестными городами был населен и покоился в мире, и Негев с западными предгорьями был обитаем? Итак, прежде всего, пророк возвращается к прошлому Израиля, и он идеализирует его. Он напоминает о тех временах, когда Иерусалим процветал, кругом был мир, и даже пустыни Негев и западные предгорья не были пустынным местом. Там тоже жили люди, и этот образ идеализированного прошлого рассыпается, потому что народ не исполнял законы, и пророки предупреждали о том, что для вас это однажды кончится. Но при всем при том, люди ели, пили, веселились, пировали, жили в свое удовольствие. Поэтому пророк говорит, когда вы праздновали что-то, это вы делали в свое удовольствие, это делали не ради Бога. Вот точно так же и посты, которые вы установили в память о трагических событиях вашей истории, «Не думайте, что это вы делали для меня, это ведь ваша воля, это ведь вы сделали для себя». И действительно, эта мысль пророка всегда актуальна, потому что очень часто мы к Богу предъявляем какие-то претензии, что-то ожидаем, но если спросить самих, это была наша воля, действительно ли это было угодно Богу, или угодно лишь нам самим. И все это подчеркивает мысль о том, что Богу не нужны ритуалы, ему не нужны люди, которые с ним проводят как будто какую-то транзакцию, ты мне, я тебе, я пощусь, я исполняю какие-то предписания, которые я сам же придумал, и тем самым я получу какую-то милость в ответ. Итак, пророк здесь указывает на то, что вот эти посты в пятый и седьмой месяц фактически были установлены самими людьми, а не Богом. Поэтому не нужно ждать какой-то милости от Бога. И было к Захарии слово Господне, так говорит Господь сил, судите справедливо, будьте милосердны, дружелюбны друг к другу, не притесняйте вдову и сироту, чужеземца и обездоленного, не замышляйте зло друг против друга. Но они отказались внимать, они упрямо повернулись спиной и заткнули уши, чтобы не слышать. Итак, пророк говорит о том, что истинный пост, который приятен Богу, и здесь он повторяет мысль пророка Исаии, истинный пост это когда ты живешь справедливо, когда ты не замышляешь никакого зла, когда братья между собой дружелюбны и сострадательны, когда люди заботятся друг о друге. Вот что приятно Богу, милости хочу, а не жертвы. Литмотив, который проходит сквозь Евангелие от Матфея, он уже присутствует здесь. Если вы хотите угодить Богу, то не постами, а если вы судите, то совершайте этот суд по правде, справедливо, будьте милосердны, милостивы, заботьтесь друг о друге, будьте дружелюбны, особенно не притесняйте тех, кто обездолен, вдову, сироту, чужеземца. И пророки предупреждали об этом народ, но народ отказался слышать. Они сделали свои сердца твердыми, как кремень, чтобы не слушать закона и слов, которые Господь сил посылал своим духом через прежних пророков. И поэтому Господь сил сильно разгневался. «Воспламенилась ярость Бога против своего народа, который не исполняет завет, и чье сердце окаменело». Здесь мы уже видим выражение «слушать закона и слов, которые Господь посылал духом через прежних пророков». Фактически то, что потом станет привычным для нас законом и пророками, то есть всю полноту откровения, Тору, Закон, Пятикнижие и слова пророков, пророки, то есть Библия, Священное Писание целиком. «Когда я звал их, они не слушали, поэтому, когда они будут звать, я тоже не стану слушать, говорит Господь сил. Я ураганом развеял их среди народов, которых они не знали. Страна после них осталась в таком запустении, что через нее перестали ездить, не проехать, не пройти. Так они привели прекрасную землю к запустению». Итак, грозный образ, который здесь приводит пророк, несправедливость, черствость, неуважение друг к другу, вражда, оборачивается стихийным бедствием. Страна погибла не потому, что у нее был враг более сильный, а потому, что изнутри народ потерял силу. И поэтому их сердца превратились в пустыню, а то, что потом внешняя пустыня стала таким местом, где ни проехать, ни пройти, это лишь только внешнее подтверждение того, что совершилось в какой-то духовной реальности в сердце человека. «Тогда я звал их, они меня не слушали, поэтому, когда они будут звать меня, я тоже их не стану слушать, говорит Господь силы». Причина вавилонского гнева, причина депортации в том, что народ остался глухим к слову Бога, ожесточился, и это привело к таким трагическим последствиям. Но весть пророка на этом не заканчивается. В следующей главе он скажет слова утешения о том, что Иерусалим будет отстроен, для народа начнется все сначала, и будет новый завет, как говорят другие пророки. Пророк Езекииль говорит в образе нового сердца, Господь даст свое сердце для того, чтобы история имела свое продолжение до того момента, пока не придет истинный Мессия. На портале Exeget.ru с вами был протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Санкт-Петербурга.